Здравствуйте! Сегодня мы расскажем об основных принципах выбора подложки под SPC ламинат. Мы рассмотрим несколько вещей, которые вам нужно понять, какую подложку нужно использовать при использовании теплого пола и без него, какие подложки являются хорошими и какие подложки делают максимальную нагрузку на замки SPC ламината, которые являются тонким и замки являются довольно уязвимой частью данного напольного покрытия. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, какие подложки являются теми, которые не очень подходят для данного напольного покрытия по нескольким причинам. Первое, это наше мнение, что подложка, встроенная в SPC ламинат, является не очень хорошим решением, потому что при стыковке планок остается вот такой вот зазор в подложке, а замки SPC ламината являются довольно тонкими и уязвимыми. То есть они легко, вот вы видите, как они прогибаются, на них производится значительная нагрузка, и при этом, когда подложка у вас наклеена на стабилизирующий слой SPC ламината, то есть внизу, то в этом месте как раз и производится максимальная нагрузка, и это место является без подложки. Мы считаем это уязвимостью. Хотя подложка хорошая, потому что она составляет максимум миллиметр или полтора миллиметра, но именно в этих местах на стыке двух планок у нее, к сожалению, есть вот такой вот пробел. И это как раз в том месте, где замок является максимально уязвимым. Хотя в прошлом видео я говорил о том, что эта подложка максимально подходит для данного напольного покрытия, но у нее есть вот такая вот уязвимость. Поэтому мы рекомендовали бы вам обойти этот вопрос и использовать обычную подложку. То есть использовать SPC ламинат, у которого нет этой подложки. Это первое. Второе. Подходит ли эта подложка под теплый пол? Нет. На наш взгляд. Поскольку для того, чтобы использовать теплый пол водяной, то есть он будет находиться под подложкой, тепло распространяется двумя способами. Это потоки теплого воздуха и инфракрасное излучение. То вот эта подложка, инфракрасное излучение максимально изолирует. И самое главное, она не может обеспечить потоки теплого воздуха, потому что в ней нет перфорации. Вот. Покажи. Вот. Видите? То есть в ней нет ни одной дырочки, через которую может пройти теплый воздух. Соответственно, она изолирует максимально воздействие вашего теплого пола. Кроме того, она приклеена к планке SPC, и поэтому циркуляции воздуха между SPC и подложкой не будет вообще. Второй тип подложки, который мы не рекомендуем использовать по нескольким причинам, это подложки тихий ход. Если бы эта подложка была максимум миллиметра или полтора, то еще можно было бы о чем-то говорить. Но такой толщины, такую подложку изготовить практически невозможно, потому что она является очень хрупкой, и, соответственно, любая транспортировка, любая эксплуатация, она просто сделает невозможным использование этой подложки. И когда эта подложка, даже 3-4 миллиметра, уложена на пол, с тем, чтобы потом на нее укладывать SPC-ламинат, она все же прогибается намного больше, даже 3-х миллиметровая. Хотя эта подложка не проседает, но все равно она производит значительную нагрузку на данные замки, потому что у нее большая толщина. Подложки толще полтора миллиметра нельзя использовать для данных напольных покрытий. Это закон, потому что это напольное покрытие очень тонкое, эластичное, и при ходьбе, эксплуатации его, нагрузка на вот эти вот замочки, которые являются довольно уязвимой частью, производится существенная. Поэтому второй тип подложек, который мы не рекомендуем использовать для SPC-ламината, это тихий ход, потому что она толстая, и она все же довольно глубоко проседает и производит максимальные нагрузки на замки SPC-ламината. Какие подложки наиболее подходят под данный вид напольного покрытия? Подложки должны быть под данный вид напольного покрытия максимально жесткие. Вы должны их пощупать пальцами, и они не должны практически проседать. То есть, вот видите, подложка, которая проседает, она производит максимальную нагрузку на замки SPC-ламината. Замочки здесь тонкие, на них производится существенная нагрузка. Если еще подложка будет очень мягкая и толстая, то такие замочки, естественно, долго не проживут. То вот хорошие подложки, вот вы можете заметить, при нагрузке практически не производится нагрузка на данные замочки. Они не проседают. Вот подложки хорошие. Видно? Видите, не проседает. То есть, нагрузку не производит. Мы очень часто рекомендуем вот такую подложку. Вот. Проседает, конечно, больше, но все равно... А, сейчас, секундочку. Вот так вот. Но все равно она тонкая, то есть, там, 12 мм, 1,2 мм подложечка, она тонкая, то есть, существенной нагрузки она все равно не производит, потому что она тонкая сама по себе. То есть, материал такой же, как вот эта подложка, но за счет толщины такая подложка, она производит существенную нагрузку, кроме того, она проседает, потом эта нагрузка увеличивается еще больше. Производится, но меньше нагрузка. Все равно. То у толстых подложек, еще раз показываю, она максимальная. Поэтому вы используете исключительно подложку до полутора миллиметров. Это закон, это самое главное. Второй очень важный момент, который вам нужно понять, при использовании подложек под теплые полы, это первое. Какой вид теплых полов вы будете использовать? Если же это полы, если же это теплые полы водяные, то есть, предположим, вот это водяной пол, стяжка водяного пола, подложка и самый списи ламинат, то от водяного теплого пола должно пройти два вида тепла от теплого пола. Первый вид тепла, это инфракрасное излучение, и второе, это потоки теплого воздуха. То вам нужно понять, что данная подложка должна иметь минимальную изоляцию, как для инфракрасного излучения, так и для потоков теплого воздуха. Вот, дырочки вы должны увидеть в этой подложке. Через них пройдет теплый воздух, чтобы нагреть ваше напольное покрытие. Вот водяного теплого пола. Вот тоже дырочки, смотрите, перфорация. Вот, перфорация. То вот в такой подложке, базовая подложка под списи, наклеенная на планочке, нету этих дырочек. Соответственно, воздух не пройдет. Кроме того, что она еще и проклеена, то есть циркуляции воздуха там нету. Эта подложка не подходит под теплый пол. Поэтому, если видите, что наклеена подложка под списи ламинат, которая выглядит вот так вот, в которой нету дырочек, то такую подложку использовать под теплые полы нельзя. Второе, чего не должно быть на подложке под водяной теплый пол. Под водяной теплый пол. Я еще раз нарицаю на этом. Это отражателя. Вот такого вот отражателя. Потому что этот отражатель не пропускает инфракрасные лучи. Моделируем. Вот, подложка, предположим, с вот этим отражателем. Лежит здесь. И под ней теплый пол. То есть инфракрасные лучи упираются в этот отражатель и отражаются от него просто-напросто. И воздействие теплого пола существенно падает. Поэтому, если используете именно водяной теплый пол, я не говорю про инфракрасный, именно водяной теплый пол, то такую подложку с отражателем использовать нельзя. Под водяной теплый пол идеальная подложка имеет несколько характеристик. Это отсутствие отражателя, полное отсутствие отражателя. Минимальная толщина. Минимальная толщина, как вот здесь, например. 1,2 миллиметра. 1 миллиметр, да. Минимальная толщина. Максимальная жесткость. Максимальная жесткость, чтобы нагрузки на замки не увеличивалась. И обязательно наличие перфорации дырочек. Обязательно наличие дырочек в подложке. Это еще раз я говорю про водяные теплые полы. Не инфракрасные, а водяные теплые полы. Вот. Вот такие вот дырочки. Вот дырочки тоже. Вот, смотрите. Вот здесь вот теплый воздух будет проходить. Вот здесь вот он может проходить. Но эта подложка нам не подходит, потому что она очень толстая. Вот дырочки есть. Тут теплый воздух будет проходить. Идеальные подложки. Это вот. У нее нет отражателя, у нее есть дырочки. И она очень жесткая. Это идеальная подложка вообще. Стоит она сейчас, это 2021 год, 105 гривен за квадратный метр. Вот эта подложка тоже хорошо подходит, но она мягкая. Она является более уязвимой. Зато она очень дешевая. Это самая дешевая. Там 600 гривен за рулон 16,5 метров. И у нее нету тоже отражателя. Она тонкая. У нее есть дырочки. Также вот то, что мы только что рассказали, подходит и для теплого пола, маты так называемые. То есть кабель PNSV или там другие модификации кабеля. То есть тот теплый пол, который тот теплый пол, который находится под подложкой, он должен иметь вот такую вот подложку, как мы вам только что рассказали. То есть это и водяной теплый пол, и маты. Я уточняю еще раз. Для теплого пола инфракрасного, вот такого, вот такого теплого пола, пленочный теплый пол, инфракрасный, то под него наоборот надо подложку тоже тонкую, максимум миллиметр, но уже без перфорации, без вот этих дырочек, и с отражателем, и наверх мы ложим SPC ламинат. Вот так вот. Но еще используя пленку под ним. То есть нам нужно уложить подложку с отражателем, чтобы инфракрасные лучи отразились к нам в наш SPC ламинат. Нам нужно изолировать наоборот стяжку от воздействия данного инфракрасного теплого пола, то есть нам нужно максимально получить сюда в пол наше все тепло. И нам нужно использовать отражатель, максимально жесткую подложку также и без перфорации. Это для инфракрасного теплого пола. Еще раз делаем выводы. На меня много ругаются, что я часто повторяюсь, но на самом деле именно повторение мать учения. Подложка, которая вмонтирована в SPC ламинат, она является хорошей, но у нее есть ряд уязвимостей. Первое, это при стыковке двух планок, видно? Здесь остается зазор. И это зазор в самой уязвимой части замка SPC ламината, который довольно легко можно проломать в неправильном положении и в усиленной нагрузке на него. Поэтому данную конструкцию подложки мы не рекомендуем. Она, на наш взгляд, является довольно уязвимой, хотя сама подложка является хорошей. Она относительно жесткая, она тонкая, такая как нужно, но именно в этих местах от нее остается зазор. Поэтому наклеенную подложку на SPC ламинат мы не рекомендуем использовать. Второе, подложку, которую нельзя использовать из-за ее большой толщины и увеличенной нагрузки на замки SPC ламината, это мы не рекомендуем тихий ход, потому что она толстая и она производит значительную нагрузку на данное напольное покрытие. То есть замки у вас прожить могут намного меньше. Чтобы получить максимальный коэффициент полезного действия от водяного теплого пола и теплого пола, основанного на матах, то есть кабеля, который монтируется в стяжку, вам нужно использовать подложку, у которой есть перфорация, то есть дырочки, через которые проходит теплый воздух, и подложку, у которой нету светоотражающего элемента, то есть как вот такой вот. То для инфракрасного теплого пола, наоборот, нужно использовать подложки с светоотражающим элементом и максимально жесткие.